друзья всем привет это наверное одна из самых жутких историй которые у нас были нам рассказали что в этом доме живет муж женой в очень плохих условиях и мы представить себе не могли с чем нам предстоит столкнуться вам нужно увидеть это все своими глазами слушаем и тут вообще проехать его нет на сложно представить если тут такая дорога как дому то как они там вообще живут сотри дом как будто вообще завален не видно кирпичи какие-то на крыше почему там это все вот получается и домик даже банька есть какая-то маленькая там вот куча кошек я думаю заходить сегодня постучимся связки бутылок непонятно зачем через окна видно что там дома какой-то капец творится открыто сказали собак нету здравствуйте у василий василий здравствуйте василий василий как вы тут живете вы сами присаживайтесь а вы не пьете вообще не мы вам продукта взяли здесь а вы откуда сами мы волонтеры да ничего-ничего я так рядышком присоединяю как мне это вонит после 12 с ногами варусь а у вас со зрением плохо до 10 июня на коррекцию зрения пойду хрусталик другой ставить а вот с этим глазом у вас его нету правого нету я не причесался да ничего-ничего страшного у вас получается правого глаза вообще нету нету да врач виноват главкома была он продлил но я чуть суд не стал подавать думаю ладно что там от него пивом пахло я знал бы к нему не пошел а вы прям вообще противник алкоголя конечно он у меня спасибо 1 78 лет с ума сошла 3 месяца пьет а вам сколько у меня 82 сейчас ногами позади нас лягло потом на коррекцию вот и думаю как как бы мне кого или волонтера найти и бы сиделку как-то помогли потому что я ее отправлю лечиться в алкоголе невозможно а думаете в таком возрасте и еще можно вылечиться может не пить три месяца два потом как запьет а где она сама ходит магазин ходит так давать нельзя деньги даже тысяч купит одно молоко в булку хлеба 300 рублей за часть остальные где что хлеб получается 300 рублей а вот она много лет так уже выпивает но вы же на год год март прошлый год дальше июль октябрь или за третьего ноября все разворовали тут пьяна напилась я уехал вот и утащили не только косу декасы и бензину еще утащили кое-что из инструментов вот я и думаю волонтерами это хорошо чтобы приехали думаю как бы решить мой вопрос я лягу с ногами у меня тромбы уберут а это как операции под наркозом или как она будет бляшки бляшки выбрать холестерин это было у вас уже назначены дни в любое время прочувствую направлению горьба низ я ветеран туда так что мне это а вы меня хорошо слышите вас со слухом нормально я же музыкант у меня вон два баяна ух ты ничего а он же ходишь зеленой тысяча четыре года проработал а вы учителем были да и учителя музыки был я ввел всякие коллективы и оркестры вел ничего себе школьники и то есть у вас получится слухом нормально со зрением только а левый глаз он сейчас вообще не видит не почему я вижу вас немного вот так но расплывчато да расплывчато я много работал ну а вы получите с женой сколько вместе лет уже 30 то есть вы с 50 лет с ней живете примерно да да с 50 а до этого у вас семья была какая-то да у меня жена была первая красавица тысяч четыре раза замуж уже выходила не знаю с кем живет она или нет богатого все искала а что многое перебирала красивая была фигура все но обычно сбили миллионера с пути один второй третий сейчас не знаю где она находится дочка нижнем новгороде ну в горьком высшем а к брату я не езжу кандидат гербейских наук в шахматы играть не умеет стали играть во мне третий разряд он проиграл потом берет две партии и раз меня в нос я ему показать вот 69 года я вообще не общаюсь с ним василий василич а у вас наверное дома ну вот такое можно сказать даже не знаю как подобрать бардак ну да правильно она же ничего не помогает а я ведь вот вы не можете здесь ничего делать потому что вы не видите то есть если бы у вас была возможность вы бы видели нормально ходили вы бы здесь вы убрались конечно я бы сам прибрался даже один жил какое-то время а жена а у нее тоже с ногами проблема ничего не не проблема вот сводка не проблема вон она когда вы с ней познакомились тоже то выпивали 30 лет нормально было пригрел змею нормальная почему змею а потому что мне цыганка правильно сказал еще 32 года назад на старости лет у тебя будет как-то она сказала я говорю мужчина или женщина женском роде я ей помню сколько-то но я заплатил нормально я бы сейчас даже пять тысяч бы ей дал за правду вот не знаю сейчас вопрос стиль совет приезжал тоже вот вопрос поставить я говорю дом просто пристарелых я говорю почему я должен пристарелых идти я сейчас попробуем если у меня зрение ноги я лягу восстановлю зрение я и сам спокойно я и готовить умею да я все умею у меня же много специальности еще я киномеханик первой категории киномеханик да ничего себе я работал и киномехаником не городе я пионерий немножко работал после армии в 64 году потом стал оркестр вести вводом и суть оркестр баяниста но и вокальная группа в школе совмещал я нормально заработал теми деньгами по 300 по 400 рублей представляете годы шестьдесят пятый вопрос а как а если у вас зрение плохо как вы еду себе готовите но она иногда готовится у меня парни приезжают иногда приходят там переменец готовят кто приезжает ученики мои а вот в это время когда их нету чем вы питаетесь ну как иногда цель в санец готовит что-нибудь кашу какую-нибудь кашу утром в обед и вечером питаетесь я просто почему спросил вы очень худой немножко я сутки раз ем на нас не готовит я же не могу на положено кашу там допустим в обед первое второе третье правильно как положено она просто вы немножко на каще похоже конечно же три месяца так я сам чувствую как я похож тоже не буду на каще и похож пришла директор школы бывшая она председатель сейчас сельского совета она меня не узнала я же в школе вот это проработал сколько я семнадцать лет наверху школы тут недалеко вот такая обстановка помогли бы мне либо сиделка я даже если положу я бы даже ей выплатил и вас надолго положат на 10 с ногами они с этим на 10 пускай 15 10 с ногами и с ногами а со зрением быстро а со зрением десяток и могут сразу сделать если там недолго мигашевые глаза я же лежал у вас там уже тоже договоренность уже вас там уже все я же сам был на учете тоже был вот я и буду я смотрю у вас тут гантелька лежит так иногда не поднимаю занимаетесь да да вам вы сказали восемьдесят два учимся до сорок первого года вы в таком возрасте люди уже начинают нам плохо соображать говорить а вы вполне без памяти не память еще хорошая да у вас в этом плане если мне зря я сделала еще в школу живут заработать меня я говорю куда мне зрение и ноги где не я выше в школе поработал нет учителя то есть вы прям могу и оркестра висе и странные и бы не но либо оркестр числа низкий посложнее там расписывать партии но все равно я ставил вот я я и хочу я бы за 8 чего работал бы 17 ушел на пенсию семна 2017 году сейчас 24 7 лет назад да то есть вы до 75 лет работали в школе да у меня работа даже есть я в школе у меня в высоте работе с учениками власти класса работа а еще прямо сейчас у нас вышло продолжение истории про екатерину и мишу эта семья с китайцы уже очень долгое время по разным домам и квартирам и можно сказать не видели никогда нормальной жизни мотаемся с ребенком везде он у меня три школы поменял то там поживем то там подрывы сказывается на очень сильно у екатерины уже выданы давно рак которым она вообще никак не занимается из-за того что они она находится просто в состоянии выживания чтобы заработать денег прокормить себя оплатить жилье а будь одеть сына и на себя просто не у нее не хватает ни времени ни денег чтобы заниматься заняться собой и раньше у екатерины сыном было все хорошо они тогда еще с мужем работали на совхозе он и предоставлял им жилье и все было нормально потом муж пропал у меня двенадцатом году в одиннадцатом без вести мы без дома без ничего остались сельсовет у нас как его забрали него разобрать степной совхоз с тех пор у екатерины это уже больше восьми лет черная полоса из которой они никак не могут выбраться и переступить наконец на белую и мы не так давно приезжали с ними знакомиться узнавали их историю екатерина сейчас переехала она жила там в какой-то деревне где очень сильно издевались над сыном обила сколько 5 человек но я выскочила человек 5 был тут семестр разбито полностью был за что она сейчас уехала к себе к дочке жила у нее но не хочет ее стеснять потому что он два маленьких ребенка и она нашла просто полу разрушенный дом где одна часть вообще вся развалилась а вторая часть ну каком-то тоже непонятном состоянии там это та часть продавала 250 тысяч екатерина мечтала хоть где-то на попытаться найти эти деньги чтобы купить ту часть и ну хоть как-то в общем что приземлиться уже хоть где-то ну начать жить не видел ни одной семьи чтобы она жила ну типа вот часть дома нормальная часть в разрушены что у меня руки не боятся ничего я сделаю лишь будут я вот боюсь 1 что ремонт я сделаю меня выгонят отсюда да мы в общем все это узнали мы так сильно ими прониклись и захотели помочь этой семье обрести новый дом мы ездили смотрели разные дома которые продавались в округе потом соседней деревне и друзья в этом выпуске мы приняли решение о котором вы узнаете в этом выпуске также будем отмечать день рождения миши мы для него приготовили классные подарки кстати многие из вас писали и подметили что миша возможно хотел бы больше всего выпуск будет невероятно классный крутой эмоциональный а в конце выпуска дождитесь вот досмотреть до самого конца там неожиданно общем это все сделали я их семья просто она но разревелась разрыдалась отчасти вам нужно это все видеть своими глазами ссылочку на этот выпуск и в целом вся история екатерины и миши выходит нас эксклюзивно только на рутюбе поэтому после просмотра этого выпуска переходите смотрите этот невероятно классный выпуск спасибо а вас можно попросить сыграть чего-нибудь по маленький бояна дайте то есть они еще отличаются между собой но как кто-то по дороге лево но он тяжелее маленький бояна дайте а вас тут телевизор он работает работал но я уже слепую включаю то что я уже изучил то есть вы просто слушаете его иногда как я играть вот так я подойду вижу а какого года он одному номер лет всем тому поток орионированный год не лежал и 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 технику. Не, вы очень хорошо сыграли. Можете не переживать. Я бы лучше сыграл. Я не занимался год. Когда я тут занимался? Март 25-го. Пьянцевого. Июль Пьянцевого. Октябрь Пьянцевого. Если она там дома практически не ходит, как она может алкоголь покупать? Или ей кто-то... Пенсию получал, что с пенсией не стали ей давать. Она приходит в магазин, ей не дают. Она пойдет в магазин, вы идете, она дает деньги, допустим, там, вот. Поставьте Пьянцевого. Сейчас приедете, я потренируюсь. Спасибо большое. Сыграли. Лучше сыграю. Пальцы велика. Ничего страшного. Для большого перерыва вы очень хорошо сыграли. Подумайте, как бы мне лучше сделали. Я в мае лягу, после 12-го. И я не хочу уложиться, пока у меня отец погиб. 6-го мая 45-го года. Старший лейтенант. Комсорт стрелкового батальона. Сибирской дивизии был. Паховый на службе поезд. Почему у меня бумага лежит? Все. Я не хочу. Потом, думаю, глягу. Не хочу хотя бы на праздник. В Теризово подойду, хоть парад посмотрю. Вот так вот. И так вот я вижу. А как давно у вас со зрением проблемы? Сейчас скажу. Года на 3-4. Хрустарик. Еще работал, а потом стал хуже и хуже. Видите, как вот только. Вот. 4 года уже? Да, 4 года примерно. И, соответственно, вот за 4 года у вас вот так все стало в округе? Нет, ну она вот, она вела до прошлого года. Не готовила, все нормально было. А потом связалась с алкоголиком. Много таких здесь. Не, я имею в виду, что, грубо говоря, бардак, как мы уже с вами обсудили. То есть я с Юли прошлого года, как она стала пить. А как вашу жену зовут? Тамара. А по отчеству? Дмитриевна. Тамара Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, в чем помощь нужна? В основном там у нас все помогают. Соседи. И уголь, и дрова, и все это. Не, а вот мусор ваш весь там вывезти, собрать. Что думаете? Мы справляемся сами. По состоянию дома так и не скажешь, что вы справляетесь. Ну, если я заболел помаленько. Отчем? Так может помочь вам из этого состояния выйти? А зачем? Мне надо, я сама уйду. Когда вы выйдете из этого состояния? Ну, день-два. Василий Васильевич говорит, что вы месяц так уже. Почему я запила? Это одно. У меня трое умерших. Отец, мать, брат. Но это же давно, наверное, было? Да что давно? Конечно, недавно. Когда? С месяц назад. Да подожди. Короче, все. А подскажите. Разговоры. Я понял, что вы не хотите. Просто я хотел узнать, почему вы пьете? Для чего вы пьете? Просто, чтобы забыться? Просто расслабилась. Вы как-то напрягаетесь? Ходите, чтобы расслабляться? Ну, я и готовлю, и поесть ему готовлю, все. Он говорит, один раз в день въезд. Все готово, сваренное. Все готово, сваренное. Только подогревать, и все. Я просто хочу спросить, вам, может быть, вот эти все бутылки, взять мешок, может быть, мы вам с этим поможем? Вы же раньше так не жили, наверное. Нет, конечно. Попробуй. Мне картошку надо на улицу вынести. Надо посушить, надо перебрать. Это же все делать. А у меня сил нету. Так, а вот из-за вот этого нету сил у вас? Так, понятно. Вы же хотите жить хорошо? Или вам уже на все-все равно? Вот одним днем живете, и все. Ну, я посплю, и встану, и подумаю, у меня голова есть. Но она затуманена у вас вот этим всем. Да блин. Я уже не могу жить. Не хочу. А почему? Да потому что меня уже достали. Все. Рюрю. Все. Ладно, отдыхайте. Вы подумайте над нашим разговором. Да, я подумаю. Вот немножко, на секунду, но как будто удалось до нее достучаться. Они не скажут сейчас, что она пьяная, она хорошо говорит, она нормально соображает, но вот у нее вот эта тяга есть. То есть, ну, как будто мы на чуть-чуть вот только-только зацепили вот ее какие-то внутренние, ну, вот осознали. И потом, хоп, она опять закрылась. Потому что я думал, вот этого никогда здесь раньше не было. Они нормально жили. Все было. Я не могу спать. Все было хорошо. Ну, и вот из нее вырвалось, что она не хочет жить. А все это из-за каких-то проблем различных. Потом я встану, прибираться буду. Обещаете? Да. Ух ты. А вам, может быть, мешки мусорные привезти? Да у нас мусорные есть мешки. Ну, ладно. А мы потом можем помочь мусору весь вывезти. Вообще, вы, ну, когда болеете, вы лекарства принимаете? А никаких не пью ни лекарства. Просто есть таблетки, которые помогают вам, ну, убрать зависимость. Они вот эту тягу, они тягу вот эту снижают. Я сама себя найду, как мне правильно жить. Все, отстаньте от меня. Все, я ушел. Отстаньте от меня. Ушел, ушел. Дайте мне плю-лю-лю. Разные, они, ну, в общем, разные люди. Понятное дело, что они жили душа в душу. Ну, я даже не знаю, как описать. То есть в одной половине живет, можно сказать, там ангел, а во второй демон. И как они с друг другом уживаются, я вообще не понимаю. Понятное дело, что они, наверное, с друг другом ссорятся постоянно. Один хочет для себя хорошего, другая саморазрушается. Я вообще пока не могу вот это у себя переварить. Будем что-то думать однозначно. Ну, вот хочется не только Василию Васильевичу помочь, но и вот его жене. Но я пока не знаю, потому что если она сама реально искренне не захочет, то мы ничего с вами не сделаем. А тут, смотри, Вань, у них углярка. Подсвети. Вот, смотри, там вон углярка. Прям причем такая нормальная углярка. Буквально щепка для розжига. Пойдем сюда. Тоже вещи всякие. Вот это вот типа уже прям хлам это все, типа прям выкидывать надо. Тоже дрова. А, кстати, вот немножко дров есть. Здесь вот вещи они хранят. Чего я хожу с красным светом? Еще мрачнее стало с ним. Так, а тут, наверное, выход на задний двор. Слушай, а он походу 82 года еще огород садит. Он же вот типа прошлогодний. То есть, прикинь, в таком возрасте они за всем следят. А тут что? Ну, это какая-то кондейка. Мне тоже непонятно, что тут. Несмотря на то, что он 4 года не видит, здесь, посмотри, как чисто. Ни мусоринки, ни какой-то, знаешь, там вот лишней травы, там еще чего-то. Вот все аккуратно прибрано. То есть, когда он реально видел, он за всем ухаживал. Понятное дело, что если она сейчас, мы даже, если у нас получится из-за поя вывести, она же может все равно у него обратно войти. Тут уже именно то, как она сама себя будет чувствовать. Но если мы сможем им чем-то помочь и сделать так, чтобы они себя эмоционально подняли, и муж станет видеть, они могут зажить как былой жизнью, чтобы все у них было хорошо. Василий Васильевич, еще такой вопрос. Если мы сюда вызовем службу уборки, и вам здесь наведут порядок, отмоют все стены, все там вещи перестирают, мы все оплатим. Вы согласитесь на это? Соглашу, да, она может придет в себя, может постирать все. Но она не сможет. У вас здесь, чтобы все это отмыть и прибрать, одному человеку это где-то в месяц, каждый день наводить порядок здесь. Да, если бы я ходил бы и видел, то я в чем-то не навел порядок. Ну вот, я про это говорю, что может быть мы наймем людей и поможем вам в этом? Давайте пока попозже маленько посмотрим до 12-го часа. Вся беда вот в чем-то мне, я 13-го лягу в ланицу, кто бы что проследил, пьется она или не пьет. А как вы с ней познакомились? Я познакомился в каком-то, в 90-м году, в каком году? Ну нормально было, все. А где, как это было? В Новосибирске, она с Новосибирска. Ты с братом ее познакомились. Дела в себя хорошо, все. Сегодня он даже косить научил ее пилить. Посмотри, какой гараж не видел, нет, трехметровый. Я же это все. Металлический? Да, он трехметровый. А, это ваш, я думал, это соседский. Я и хотел машину, но видишь, врач подвел меня. Я хотел машину купить себе. А у вас так и не было машины? Не было, не успел. Какая жизнь-то какая, я ведь. И в армии служил. В 64-м году мы с китайцами повоевали месяц. Я в госпитале лежал, вот пуля у меня здесь пробитая. Ого. Да, мы же в батальонах. Сибирский районный округ поехал китайцев успокаивать. Зами следом ехал на зеленый. Сибирский военный, вот этот, Свердловский и Закарпатский. Два поезда в пигонии толкали, два брали. Мы в талятнике, ну и в окопе пришлось полежать. Это в уссурийске мы. Мы на лем, а не на пранк китайцы. Я посмотрел, ужас, шалашки такие. Но они стали стрелять, я в окопе-то лежал. И там, смотри, что-то у меня тепло стало. А крошко пробил, вот у меня шрам. Ну, кость немножко подредил, я в госпитале полежал. Немножко оглушил у меня. Потом третили наших швист-стебителей. Три внизу, кожи дуб такой, третий герусы. И их вот три. На китайских самолета, на наших, на пропеллерах. Она, ну, видать, приказ был не там, не сбивать их. А не посмотреть, что кожи дуб у него там дерган. Они, если бить, это реактивное им белотненькое. Потом, как наши шесть катюш подошли современных, дали два запада. Все, их как не бывало. Они ж злые китайцы, со снежной звездой, как шлемофоны такие у них. Василий Васильевич, еще такой вопрос. Может быть, вам еще кровать обновить? Да кровать, я куплю все, я бы новую купил. Я не знаю, где я стану шить. Я не знаю, что с ней делать. Я понял, смотрите, получается, вы какого, 13-го ложитесь? Я 13-го хочу. Майя? Да. То есть, нам, грубо говоря, надо найти на две недели, кто сможет за ней приглядывать. Да, хотя, посмотрите, я даже могу купить. Сколько раз в день надо приезжать? Ну, хотя бы раза три в неделю. Посмотреть, как в оба на состоянии, пьется или не пьет. То, что мы сейчас найдем человека, но мы-то хотим вам помочь больше, чем просто найти человека. Мы хотим вам тут навести порядок. Как найдем человека, я вам позвоню, и там уже дальше обсудим, что делать. Хорошо? Сейчас какая-то помощь нужна? Может быть, какой-то мусор выкинуть? Может быть, что-то вам привезти еще? Нужно что-то еще? Ну, вот продуктов мы сейчас взяли. Да, я знаю. Там консервы, там, ну, по мелочи, сосиски, сардельки. Что-то еще нужно? Это я смотрю. Нет, давайте мы созвонимся. Ближе к тому, когда вы в больницу будете ложиться. Да. Все, договорились. Тогда, Василий Васильевич, сейчас выходной день, мы завтра начнем все узнавать. Мне безумно жаль Василия Васильевича, что его жизнь так сложилась. В его возрасте, напоминаю, что ему 82 года, и он так еще хорошо мыслит и рассуждает. И что самое главное, он верит, что сможет нормально ходить и видеть после операции. Он очень хочет жить, как прежде, в чистоте и уюте, готовить себе еду и прожить достойную старость. На данный момент он нам не дал добро, чтобы помочь ему там навести порядок. И, наверное, это правильно. Сейчас его голова забита в первую очередь своим здоровьем. А порядок – это уже второстепенное. Сейчас мы ждем, когда ему сделают все операции. И после этого будем думать, что делать дальше. Мы обязательно в будущем вернемся с продолжением этой истории. А сейчас напишите в комментариях, что нам можно сделать и как помочь жене дедушке Василия. Друзья, пожалуйста, поделитесь эти видео со своими друзьями. Увидимся с вами через неделю. Пока!